итак сегодня на канале отвертка мы чистим планки памяти ибо у нас уже было несколько прецедентов таких что просто замирала изображение мышка и все остальное первое что надо сделать и именно почистить планки памяти на нашем персональном компьютере и так перемещать так сильно не надо потому что куча разъемов у нас сзади персонального самого системного блока открываем левую крышку убираем ее именно такие замирания были непонятны на жуку режиссерский пульт закрыт полотенцем это правильно и наша задача сейчас проникнуть в системный блок и так видим дуал чину с правой стороны защелки слева их нет с левой стороны защелок нет это такое интересное решение вынимаем одну соответственно системный блок вы выключен полностью от сети 220 вольт вторую планочку то же самое нажимаем с правой стороны и у нас она подается немножко вверх мы ее эту планку вынимаем запоминаю как они стояли чтобы dual channel был у нас включены и так имеем две планочки это ddr4 3000 мегагерц радиатор с подсветкой даже имеется подсветка берем хоча то бумажной тканью протираем вот может быть пыли изучаем материальную часть сколько питания ddr4 3000 мегагерц 3 гигагерца скорость нормальная внешний вид и так далее и так берем стирательную резинку можно для чернил можно для карандашей аккуратнейшим образом протираем контакты вот здесь один у нас smd есть конденсатор резистор 234 4 штучки с этой стороны аккуратнейшим образом протираем контакты не задевая smd составляющие данной платы аккуратнейшим мы никуда не спешим протираем каждый контакт несколько движений какие-либо вот предыдущие способы пошевелить вынуть ставить в данном случае уже не помогали потому что сбоила немножко эта память два раза в год три раза в год имела право как говорили наш сан саныч на резинке видим да на резиночке видим грязь появляется мы стираем как раз верхний слой окислов на данных контактах они конечно не золотые там применять какой-то цветной металл происхождение этого цветного металла нам непонятно аккуратнейшим образом протираем каждую каждую сторону данной планочки резинка может применяться и для карандашей и для чернил но таких вы уже давно не видели в чернилах применяется более крупные частички абразива или стекла здесь у нас тоже наблюдается некоторые smd монтаж тоже не залезая на саму плату аккуратненько чистим только металлизированные контакты не спеша не напрягаясь вы должны быть заземлены или коснуться к системному блоку который у меня заземлен чтобы снять статическая электричка электричество с ваших рук и соответственно с плана памяти берем хлопчатую бумажную ткань спирт пропитываем кусочек ткани спиртом помягче его делаем до в несколько слоев спирт медицинский и аккуратненько протираем контакты не задевая монтаж smd шные конденсаторы или резисторы там находится и так далее видим до грязь у нас есть меняем материал и продолжаем прочистку контактов спирт и хлопчатая бумажная ткань вот видим у нас да на кончике вот этого ткани наблюдается окрашивание это как раз вот это вот грязь окислы и так далее протерли спиртиком с другой стороны также аккуратненько также аккуратненько протерли и не вставляем пока располагаем где-то на полочке чтобы все это дело высохла и так далее одна планка у нас готова до готова все прекрасно отставляем ее сторону занимайся 2 все идет в прямом эфире прямая передача и так далее здесь никаких так сказать убыстрений я не показываю потому что здесь есть нюансы резиночками как раз стираем вот эти окислы которые могут давать неконтактович увеличение сопротивления между контактами и так далее да она может работать но в определенный момент может просто сбойнуть планки памяти у нас боят это у нас просто замирает все изображение никаких либо взвываний вот видите грязь у нас есть до на резинке взвывание вентиляторов ничего не наблюдается прошу щелк и все и тишина вся система висит только перезагрузка компьютера это у меня возникало одну раза два три в году буквально давеча то же самое было и это нам же не нравилось потому что мы однажды уже залезали где-то недели две назад просто пошевелили туда-сюда и так далее не помогло так что мы также производим чистку также чистка и чистой тканью хлопчатобумажной ребятки простой спирт никакие не растворители никакие там химические другие средства просто медицинский спирт опять таки аккуратно протираем контакты контактные вот эти вот площадки на планке памяти вот видите грязь вот она вот она вот она вот она вот она вот это вот это плохо и с другой стороны тоже не задевая smd составляющей там есть то ли конденсаторы то ли резисторы все это дело протираем даем высохнуть вот видите грязь то есть ребятки вот она вот я вам показываю вот она грязь вот она вот что нам мешает правильной работе нашей планки памяти ну и следующее да это у нас планочка тоже все уже высохла там ничего такого нету никаких ворсинок и так далее наши планки памяти почищены я вам показал в прямом эфире все это дело следующее нам надо их обратно поставить соответственно мы их расположили на системном блоке сами системный блок тоже потрогали чтобы снять статическое электричество обратно вставляем запоминаем как они у нас были там есть у нас специальный промежуток он не симметричный чтобы по-другому не ставить планки вставляем тоже аккуратно не спеша сперва один край располагаем потом второй край вот сперва левый край чуть-чуть поджимаем потом серединку и ближе опять левый и теперь ближе к правому дождь щелчка слева дождь щелчка и справа у нас дождь щелчка потом ее немножечко вот так вот подшевеливаем дождь щелчка и вот этот вот камня защелочка должна зайти в паз планка памяти у нас жестко закреплена еще дождь щелчка ребятки следующее тоже вставляем в другой банк это дуал чиновый у нас получается потом можно проверить с помощью программного обеспечения с левой стороны дождь щелчка серединку дожимаем чуть-чуть и опять с левой стороны поджимаем и потом с правой стороны она у нас тоже может уже до щелчка зайти так что это обязательно слева обязательно дожимаем потому что там фиксатора как такового нет вот все готово это канал отвертка канал домашнего мастера надеюсь данная информация была вам полезна подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки смотрите наши еженедельные стримы с нами будет интересно